здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня разговор про человека которому я хочу подражать его зовут лапковский он за согласно списку forbes ну там у него разные списки все это форбса есть в том числе про таких как лапковский может быть и я тоже там в его списке он зарабатывает 130 миллионов рублей в год своими вот такими вот высказыванию тип как я я в интернете высказываюсь а он напрямую приходит к людям и им правду матку рубец плеча мол так мол и так до лапковский вот я еще раз повторяю фамилию помню михаил он по моему лапковский даже не знает имени его долог лапковский кто знает имя так вот такие вот дела помните рассказывали мне про врача по фамилии клопкова не клопкова клопкова почти как клабхаус почти как клабхаус ну что вы это говорить будете ли тут буду я буду дальше трепаться ну давайте продолжать нет я могу сказать про себя у меня короче говоря а ну это было лет не знаю 5 или 6 назад а он там проводил какую-то такую лекцию через интернет я так помню типа как выйти замуж или что-то таком духе вот это значит они заплатили ему мои знакомые там что-то вместе 6000 рублей это были большие деньги это там почти под 200 долларов это стоило и в общем они там как-то может меньше может 150 уже и они там как-то что-то послушали но как-то не были впечатлены потому что вообще у меня студенты очень любят лапковского читать то есть обычно как-то вот мальчики больше любят читать курпатова потому что он яркий а девочки любят читать лапковского потому что он толстенький вот а еще так сказать я тут за что купила за что и продаю как-то я слушала один эфир с крупным редактором одной крупного издательства который рассказывала как она нанимала так сказать литературных писателей на то чтобы написать книгу лапковского хочу и буду тут я не могу сказать насколько это правда это вот слова вот это вот редакторки вот но папа и по мнению некоторых людей эта книга является компелативом его его лекции вот назначат обычно все ну так сказать как то вот начинают на нас наезжать мы прокурпатова высказались да причем совершенно не видно на мой взгляд да а тут значит вот как-то вот про нас стали говорить как-то нехорошо вот и в общем он работал психологом воспитывал каких трудных подростков а потом он общем и так понимает в израиле а потом он вернулся в москву и стала в общем так сказать лечиться лечить потом вылечился посла по его словам от сдвг а синдром дефицита внимания вот и она посылает жена вроде как работала в больнице увидела что к ним такой врач приезжал сказала вот послушают какие-то интересные вещи говорит но то еще все такое и вот теперь он один из самых популярных психологов вообще помню я была подписана двух таких ну серьезных психологов они вообще сейчас занимаются обучением в университете такие классики российской психологии давно ну я не буду называть их имена потому что были подзамочные посты и они так как-то были немножко удивлены когда они увидели слово публичная консультация когда там людей собирали там под ну по 5 тысяч по 10 тысяч и в общем публично консультировать для них это был некоторый шок но сейчас золобковский вообще пошел очень много у меня знакомая ходила в чуваку который в онлайне некоторых людей консультирует тоже публично то есть типа делает запись эфира своих с этими людьми ну это на мой персональный взгляд я конечно не психолог я считаю что это очень токсичная практика вообще все вот эти вот описания у нас много всяких фейсбукеров психологов славится рассказами своих клиентов обычно так сказать хорошие психологи этим не грешат если ко мне пришла клиентка тра-та-та то есть это очень очень нехорошо есть определенные критерии насколько вообще легальное использование таких вот вещей это как бы не к лакоскому относится а вообще но как бы вообще есть такая история что в принципе психолог в соцсетях не должен своей какой-то личной жизнью присутствует то есть он может там присутствовать а сегодня у нас вот мы там прорабатываем тему проблему страха вот там пять упражнений хотите больше там запишитесь ко мне там на прием или вот там я не знаю цветочки в саду посадил вот красиво вот но и как бы все то есть потому что чтобы не не поднимать воду но не все так себя ведут вот что же хеда исаевна ты можешь сказать про лаповского через букву а я хотела уточнить пока не забыла по поводу вот этих вот историй рассказов про клиентов как мне кажется это такой просто метод через историю показать какую-то динамику взаимоотношения человека со своей жизнью со своей личностью понять какие там основные были применены механизмы для того чтобы исправить ситуацию и в конце ну к чему пришел вот данный гипотетический человек я не уверена что он именно вот берет конкретный случай это я не конкретно про лапковского говорю потому что лапковский все-таки он своих клиентов людей консультирует ну прям то есть перед камерой они согласны чтобы консультировали перед камерой а здесь все-таки есть некая другая проблема то есть здесь это не совсем про лапковского а про других клиентов и там бывают когда приходят люди это зачем вы мою историю здесь разбираете я как бы ну то есть я не подписывал никакое разрешение на то чтобы моя история даже без имен становилась достоянием общественности ну причем еще там с каким-то моментом осуждения ну и плюс еще этот недавно почитала какую-то такую даму она на сайте этом 18 психолог псих но все когда лишь слово психоаналитик как говорится это классный чувак схем хорошо выпить там я не знаю чашечку кофе в баре перетереть за жизнь если видите слово психоаналитик можно смело разворачиваться и уходить ну потому что ну как бы извините это не работает там к ней приходил якобы молодой человек у которого там было раздвоение личности уже противоречивый диагноз они не отправляли в психиатру что удивительно и там на какие-то там все переносы там на него осуществляли они вместе там под пледиком сидели ну то есть и вот этот чувак который является типа этичным психоаналитиком об этом ну так сказать это пишет я просто знакома с некоторыми американскими документами связанные с этическими комиссиями для разных для разных подходов там гештальт психоаналитики там не знаю как когнитивно-поведенческой терапии и там вот это вот все это вообще не вписывается более того психологи могут быть но в принципе там запрещены в так сказать служении на какой-то долгий срок за такое поведение здесь сейчас речь идет не о лобковском потому что лобковский относится несколько другому направлению психологии он относится то что называется в америке телевизионная психология там а-ля доктор фил или кто-нибудь еще вот у меня кстати хейтер у меня сегодня это да на немецкий манер а вот это такая телевизионная психология это скорее некая промежуточная история между питерсоном и тони робинсоном вот и вот так сказать ну кстати кто тебе больше нравится вольгу питерсон или роеттони робинсон не наверное питерсон да я вот успех вообще не понимаю то есть питерсон это про то что ну вообще про жизнь как себя там вытащить из какой-то ямы что для этого нужно сделать какие простейшие шаги робинсон это про то что как да как типа добиться успеха ну вот просто с ничего и для меня это полный абсурд но этого быть не может и те кто на это подписываются они просто хотят шоу они хотят адреналина они хотят вот в этой атмосфере большой толпы людей которые вот заодно которые знают что к чему они придут но это как бы потом после сеанса спустя там два-три дня этот весь флор он спадает и люди возвращаются к своей привычной жизни ну при хорошем раскладе при плохом раскладе ну не знаю мне кажется возможно даже депрессия от того что ты не соответствуешь своим внутренним каким-то идеалом вот мне недавно тони робинсона предлагал значит экран на что приходите к нам там у нас будет онлайн какая-то там значит вот это вот онлайн консультация даже не за как это называется онлайн форум там несколько дней потом я нашла всех этих но я люблю очень смотрю таких достигаторов в интернете не все кстати они плохи есть более-менее такие нормальные то есть если вы там ходите что-то начать там переехать другой город я считаю что это вполне достойно да там как этот план составить но там есть такие типа достигаторы вот из ничего стать успешным из ничего ничего не делая и конечно я вот там смотрю они да мы вот записались на тони робинсона у нас вот тут вот там бизнес мы делаем решение то есть я вообще не против даже вот этих вот иногда некоторых каких-то курсов если в принципе они грамотно построены на базе какой-то элементарной психологии только положительным изменениям они могут подтолкнуть ну то есть условно говоря там вот даже даже вот тем нас хейтит блиновскую вот эту вот такую даму но тут мне как-то сказать достались материалы ее какого-то курса вот знакомые и я просто их так сказать послушала полистала и там в принципе если исключить вот эту вот такую вот эту фигню там мысль такая подумай то что ты хочешь потому что человек очень часто не знает ну как бы что он хочет на самом деле да то серии все ему говорят например машины квартиры это очень классно а человек хочет например там дачу и яхт ну там кораблик да лодочку и вот эту вот проблему что он добивается это бьется в эту квартиру машина ему совершенно не надо ну там конечно много всякого эзотерической хине иначе она не продавалась бы но какие-то идеи они там вполне логичны и разумный человек и в принципе увидит но он их и так как бы в принципе может увидеть но тони робинсон я конечно больше вводит негатив потому что он так сказать выводит человека на очень сильно эмоционально вот этот уровень там на истерики на стрессы и так далее вот но все-таки питерсон я не помню что каким таким занимался поэтому он конечно вызывает больший уровень уважения но и принципе жалко его просто люди они тоже хотят разного то есть кому-то нужен именно дайте вот нам адреналина дайте нам вот этого раш мы хотим прочувствовать вот эту вот атмосферу и в принципе почему бы и нет почему бы если у человека есть такая потребность пусть он пойдет поучаствует порадуется но чего не стоит делать так это возлагает на это какие-то большие надежды не стоит думать что придет какой-то там робинс или как робинсон он или питерсон или лобковский или курпатов возьмет тебя за ручку даст тебе там книжку с советами и ты по жизни пойдешь счастливый и хороший ну вот вот этого делать не стоит а так почему нет там ну ходите к этим психологам читайте их если у вас есть такой запрос просто ну имейте критический подход понимаете что это такие же люди как и вы да они там добились каких-то успехов в той же там психологии в этих вот консультациях и так далее но они точно также могут ошибаться и они могут даже ну не знать о том что какие-то факты они там преувеличили для своей какой-то пользы какие-то приуменьшили и нужно для себя самого постоянно принимать решение тебе это нужно или нет с таким подходом да можно читать там даже я не знаю кришнаитов и так далее но если у тебя нету критического мышления и ты падок на все что такое блестящее красивое что красиво накладывается на твою вот эту модель мира и ты идешь за этим человеком слепую как барашек за пастухом но вот здесь и кроется проблема для меня на самом деле по поводу лобковского лобковский у меня не вызывает каких-то сильных негативных чувств потому что я слушала его по радио вот эти консультации публичные прочитала там часть его книги хочу и буду и в принципе для меня он такой ну ровный чувак он вот кстати в отличие в отличие от курпатова который говорит кстати мы про курпатова забыли да но потом скажем в отличие от курпатова какой-то немножко хамоватый вот курпатов все-таки в этом плане он покер фейс держит хорошо ну меня хамство никогда во мне хамство никогда не вызывало негативных эмоций а я сама хамка поэтому вам не вызывает то есть я сама хамло поэтому вам не вызывает если я вижу хамство это значит что человек в чем-то не уверен и но он хочет вот эту свою неуверенность замаскировать меня пугают такие как курпатов которые не выказывают никаких эмоций которые абсолютно ровный которые смотрят на тебя как на робота у которого все автоматизировано и блин они вообще заранее знают что ты сделаешь дальше вот такие люди меня пугают лобковский это человек который вся вот эта его психология по сути она основана на интуициях там нет никакого вообще никакого понятийного аппарата никакой методологии не уж тем более там никаких научных каких-то фактов это все вот такие вот интуиции основанные на обыденности на обыденной жизни на бытовом каком-то уровне но почему бы и нет то есть если рассматривать именно вот этот уровень бытовой то он достаточно дает ну нормальные советы то есть от него не хочется там прыгнуть в окно или я не знаю он не подвергает какой-то такой критической ступени депрессии вот эти вот его рассуждения похожие больше на какие-то свободные ассоциации у него какие-то невротичка значит там женщина ну вот я там вчера развелась а вы что хвастаетесь типа что ли мне вас поздравить ну вот это вот то есть как-то так ну говорю это просто не совсем то есть курпатов просто работает в той парадигме вот моей да как по идее бы хорошо бы работать психологу да то есть такой нейтральный немножечко а здесь конечно ну не знаю ну мне нравится эта эмоциональность она говорит о том что ему не все равно если к нему идешь с какой-то проблемой он во первых он всегда когда ему задают какой-то вопрос вот это в нем есть прям вот четкий навык и этот навык меня привлекает ему задаешь вопрос и он из этого вопроса вытягивает из тебя всю подоплеку и в конце он ну доходит до той точки что человек сам понимает ну либо не понимает в общем человек сам при помощи диалога описывает всю ситуацию и если разобраться если попристольнее глядеться вслушаться в то что ты говоришь сам ты можешь понять где корни где истоки твоих проблем другой вопрос что этого делать никто не будет без какого-то своего желания активного и лобковский об этом пишет в своей книге он говорит что я консультирую и работаю только с теми кто уже предрасположен к изменению своей личности кто уже пришел к той черте что мне нужно поменяться меня что-то не устраивает я бы хотел пойти там другим путем если человека там приводит его жена или его родители или его там дети то он говорит о том что смысла нет с таким человеком работать он будет до конца отрицать наличие любых проблем и никакой пользы для данного человека ну извините это классическая история там я не знаю с алкоголиками с какими-нибудь там тунеядцами и прочими вещами но это не очень здорово поэтому ну да но с другой стороны к психологу могут пойти те кто окружают вот этого тунеядца и они сами могут проработать какие-то свои проблемы понять как лучше взаимодействовать с этим человеком и как дальше выстраивать свою жизнь учитывая тот факт что ну вот есть такой человек который не хочет меняться который не видит в своем поведении вообще никаких минусов но он считает что в моем характере все хорошо как у нас один маньяк недавно вышедший на свободу говорил что да у меня вообще все черты характера хорошие в смысле в смысле я не понял я что-то плохое сделал ну я помог им там же он же он же прекрасно все говорит что я вообще людям то помог это вы просто дураки не понимаете что я вообще там жизнь им изменила они там учителями английского стали и вообще там ну это конечно кошмар это от ас эта вот история нет но это вообще кстати работа с агроманами алкоголиками она вот практически не работает пока человек сам не захочет хоть ты тут разбейся в голову а человек не захочет но у него это как бы такие интересные типа идеи что на первых кругом у всех невроз все невротики а тут мне кажется очень такая широкая история слишком так сказать вообще а что против под одну гребенку всех гребет да что у нас противо так сказать ну во первых вообще невроз это какая-то вообще такая тема это такое очень устаревшее название насколько я помню ты как бы ты не ищи в его тексте никаких терминов никаких понятий никаких классификации она уже не используется в профессиональным психиатрическим сообществом сша например там есть самотофорные расстройства там это коды 40 по 48 а во вторых вот это вот так сказать глубинный как невроз как результат глубинного конфликта да когда вот ну как которая препятствует удовлетворению каких-то ваших потребностей и все и все выходит в принципе в какие-то там невротические истории да ну вот не знаю то есть в принципе если бы я пошла лечить панические атаки к человеку ну да у вас невроз у вас там тра-та-та у вас там то но в принципе мои панические атаки они были вызваны сенсорной депривации сна просто по причине недосыпания по причине большого количества интересные но все-таки тяжелой работы я просто уверена что лобковский никогда не видел и в руки не брал вот этот классификатор психических заболеваний то есть он вообще но он не опирается не вот ни на какую научную вся эта идея даже невроза это ну там что там это фрейд юнг адлер и хорни да вот и там типа ну вот какие у нас вот есть плохая невротогенная наклонность это желание чтобы тебя любили и желание всем нравится ну или там восхищение собой нарциссии это и то это ну как сказать невроз да или например даже достижение независимости и самодостаточности это только невроз вообще по-моему единственный человек который может быть не невротизирован это мертвый человек но вот то есть туда это гомеостаз и в общем как бы очень-очень такая история вот ну гомео но я не понимаю вот это вся то есть не эта классификация пугает потому что она настолько бессмысленно что типа у вас сипулька и все у вас там сипушение ну и все и что делать ну то есть и что вы мне это не сказали это это какая-то сферическая как бы ну это не знаю какие-то торсионные поля это вот тоже да 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 это оно и есть ли ну как бы он это и особо не опровергает не отрицает он но он такой человек что если я не буду обращать внимание на какую-то научную методологию на научный хотя бы приблизительно похожий подход если я если я буду двигаться исключительно в своей интуитивной вот вот этой вот стратегии то все у меня будет хорошо и в принципе если он зарабатывает 130 миллионов год лет это же огромные суммы у нас я не знаю ну ладно я не буду об этом говорить но это очень много для человека который просто мне кажется вот ну собчак наверное может столько зарабатывает вот и все это очень много да из публичных личностей кто-то собчак может быть дуть но это тоже дуть еще под вопросом да вот а так вообще конечно не знаю кто еще столько зарабатывать может причем у него есть и вот если взять например но по моему просто лапковский он не включен насколько я понимаю ни в какую государственную машину то есть он не дни там не консультант сбербанка не консультант в т.б то есть он сам вот на своей вот этой вот штуки зарабатывает много денег это очень круто тут ему каскать респект и уважуха вот ну и вот что меня раздражает в лапковском так это его последовательницы то есть это такой сплоченный фанатский клуб совершенно там определенного склада женщины они за ним следуют они его обожают они им восхищаются они хотят быть как он они заканчивают там всякие психологические курсы и они начинают даже консультировать лет вот это самое это это вот самое что мозговы носящие они заканчивают курсы там я не знаю трехмесячные годовые еще какие-то начинают брать клиентов начинают раскручивать инстаграм а корни у нас лежат где в лапковском вот это меня пугает но сам он как человек он довольно таки нейтральный хотела немного поговорить по поводу тех ну что он говорит своей книге значит у него есть некий набор правил абстрактных которые необходимо применять в жизни чтобы не быть невротиком первое надо делать то что ты хочешь второе надо не делать то что ты не хочешь и третье нужно сразу говорить то что тебе не нравится кстати первый пункт делать то что ты хочешь соответствует определению владимира васильева свободы воли я видела как они разносят сапольского и наш значит уважаемый профессор говорит что свобода воли это делать то что ты хочешь так что здесь они с лапковским на одной волне другой вопрос как понять что ты хочешь как понять то что это то что именно ты хочешь а не то что тебе навязали и что вообще нужно делать чтобы то что ты хочешь она реализовалась в жизни ну вот например я утром хотела сделать берге как вы думаете я сделала нет потому что я села заниматься другими делами но благо я посмотрела стрим с алиповым это еще как-никак полезно так я бы могла сесть и и русик косты леву смотреть как она жрет доширак ну как бы как вот как мне сделать так чтобы я сделала то что именно я хочу а я хотела сделать берге а что это то что это такое Bearpy но это такое упражнения а Bearpy я просто очень далеко не но Produ Fashion это не это типо планка иногда но короче дело特 что for a collapsed алипов кубер пи вот ну кстати он тоже помогла сделать бебер пи под у арита но я просто тима만 диван и смотрелы как бы ну кстати за Алипов смотрит тоже видео с нами, получается, рекуссия и отвечает на них, понимаете? Дурная рекуссия у нас получает. Ну, дурная, наоборот, хорошая. Наоборот, хорошая. Вот. Ну, нет, по поводу того, что почему мы там что-то не делаем, мне все время какие-то вылезают мужики, там, вот вы прокрастинируете, и вы там не делаете то-то и то-то. Почему? Но я могу сказать, почему. У меня анемия сейчас, у меня обострилась анемия, я еле хожу. Почему они делают то, что я хочу? Потому что у меня плохо, мне нужно капельницу железом сделать, я там не знаю. А тут вот у Лобковского может возникнуть вопрос, а может вы хотите, чтобы вам было плохо? Потому что ну, как бы... Это называется вторичная выгода, они все любят истории рассказывать, да, что вы болеете. То, что он говорит, не фальсифицировано вообще. Не фальсифицируемо, простите. Ну, Поппер, да, Поппер, кстати, всех психоаналитиков проклял, да. Ну, а так как, в общем, Поппер, то, значит, этот пепел Поппера стучит в моем сердце, вот, это перефразированная цитата из Тилленшпигеля, если что, то, конечно, да, вот. Ну, в общем, в общем, да. Второй пункт, который круче первого. Не делать то, что ты не хочешь. Ну, вот я, например, не хотела учиться. Я не хотела учиться отчаянно, я не хотела учиться всеми фибрами души, я не хотела в музыкальную школу ходить, я не хотела много чего, но значит ли это, что, ну, что мне это не надо было делать? То есть, что, ну, как бы из-за того, что я делала то, что не хочу, я стала невротиком? Я не хотела лечить зубы, а мне пришлось их лечить, понимаете? А кому-то надо, у меня один знакомый 10 раз гастроскопию делал, ну, он тоже этого не хотел, но иначе он был, так сказать, ласты бы склеил, к сожалению. И вот вопрос, что с этим делать? Есть куча вещей, которые ты не хочешь делать, которые у тебя, более того, очень фигово получаются. Ну, например, мне нужно пройти там тренинги по работе. Я знаю, что мне их нужно пройти, но я не хочу. И что, мне теперь их не делать, что ли? Ну, где логика? И третье, значит, сразу говорить то, что не нравится. С этим я еще могу согласиться, потому что, ну, другой вопрос, что можно по-разному сказать, что не нравится. И здесь нужно быть очень аккуратным. И, как говорил наш Питерсон, нужно улавливать те маленькие моменты, которые тебе не нравятся, и делать акцент именно на них. Не нужно из маленького делать большое и переносить это на личность и говорить, что, ну, ты мне вообще, как человек, неприятен, все, иди лесом. Вот. Далее он приводит. Ты знаешь, я могу сказать, что если ты говоришь вот человеку, что тебе там что-то не нравится, даже что-то там, я не знаю, мелкое, это я даже могу сказать по опыту свиданий всякий, то человек сразу начинается там, ну, мужчина, сразу начинается истерика такая дикая, как вообще там, да я тебе правду говорю, там, тра-та-та, я говорю, ну, это не правда, это как бы твое мнение там по какому-то поводу, истерика, все, ля-ля-ля, там, запрет свободы слова, и я там ухожу в закат, да. Ну, то есть, поэтому, я считаю, что, в принципе, да, надо говорить, если что-то не нравится сразу, но, опять же, если, там, не знаю, ну, вот бывают ситуации, когда ты не можешь сказать, что тебе что-то не нравится, потому что ты... А это невротизм, Леночка, это нужно лечить, это нужно прорабатывать, и как бы, ну, ты поняла, да, кто сейчас во мне заговорил? Да я не против, ну, просто бывают ситуации, когда вы не можете, хоть, хоть и поговорите. Конечно, ты можешь сказать своему начальнику, что, блин, тебе не нравятся его постоянные, как эти, подколы, ты же, ну, если ты так скажешь, то ты сразу будешь слабаком. Ну, это я, кстати, могу сказать, да, это я могу сказать, тут у меня нет проблем, здесь просто есть какие-то просто межличностные истории, там, а-ля пьяный алкоголик в магазине, который там доскребается до очереди, вот, ну, в общем, состоящий из женщины и детей, это довольно такая, знаете, тема, ну, скажи ему, что он мне не нравится. Если такой чувак идет впереди меня в очереди, то я сразу говорю, что нет, сейчас моя очередь, сорян. Сейчас моя очередь, сорян, это да, нет, а там бывает просто там ходят там, ну, такие прям совсем уже отбитые чуваки, то есть им бесполезно что-то говорить, да, не знаю, у меня тут был опыт общения с полицией, вот, случился тут у нас, вообще людям бесполезно что-то говорить, а потом уже разговаривала с их начальством, ну, как бы, я говорю, ребят, а что, говорю, два человека не могли вообще нормально, ну, говорит, я не знаю, почему они не могли нормально, то есть вообще, как бы, я не понимаю, то есть почему люди не могут говорить нормально, ну, там, понятно, что у них невроз, они фрустрированы и так далее, ну, правда, естественно, я, я-то, я-то, как старая невротичка, мой невроз оказался сильнее их невроза, так сказать, я их переорала, вот, но просто проблема в том, что, ну, это было бессмысленно, они меня, так сказать, было, они не слышали того, что я говорила, но их раздражал звук, поэтому все как-то ушло на, ну, как бы все соса ушло на нет, но это не всегда так бывает, ну, и прочие неприятные вещи. Ну, в общем, он настаивает на том, что мы должны делать все, что мы хотим, и более того, мы должны еще брать ответственность за те последствия, которые повлекут вот эти вот наши хотелки. Типа, ну, да, я вас могу вдохновить, что вы там станете более уверенными в себе, вы сможете отстаивать свою позицию, тра-та-та, три рубля, но потом вы уже сами разгребаете все, ну, как бы, я отхожу в стороночку, делайте с этим все, что хотите, ну, тоже такой себе подход, потому что, если, например, Питерсон, сколько раз мы уже за этот стрим сказали Питерсон, если Питерсон пытается внедрить какой-то комплексный подход, вот, то есть, ну, вот с этими бесконечными правилами, правила на правиле, и правила... Кстати, сказал бы наш любимый Лобковский невротическими правилами, я бы так сказал. Да, то этот чувак, он такой, ну, ну, вот вам три, короче, правила основных, а дальше делайте, что хотите, я не знаю, как вы будете это все разгребать, когда вы разведетесь с нелюбимой женой, уйдете с нелюбимой работы, потеряете какой-никакой стабильный заработок, это все не в моей компетенции, я умываю руки, типа, ну, вот, из серии. Мне, кстати, очень это вообще идея, мне жалко, я не пишу эти фанфики, я бы написала фанфик Лобковский, Курпатов и Питерсон проводят совместную консультацию, мне кажется, это вообще идеально, и вообще их бы вместе троясик... Лен, Лобковский, Курпатов и Питерсон одновременно консультируют Хованского, по поводу его алкоголизма и проблем с Ниджеком. Вот это, мне кажется, было бы вообще... Ну, я думаю, кстати, что, в общем, победит Лобковский. Победит Лобковский? Да. Ну, ты хочешь бухать, бухай, ты невротизирован, я пошел, знаете, мне мои деньги, поэтому... А вообще, тебя сюда привели или ты сам пришел? А, тебя привели, все, иди гуляй, делай, что хочешь. Ну, в принципе, это, кстати, в этой ситуации это довольно экологичный подход, потому что вы не можете... Это... он правильный в том плане, что ты не можешь человеку... Если человек приходит тебе без запроса, ты не можешь ему, во-первых, свой запрос насильно навязывать, а с другой стороны, ну, как бы, если у него нет у тебя запроса, какая работа там? Ну, можно, конечно, попытаться там поискать, да, там, если все-таки ко мне пришли, значит, запрос какой-то есть, да, но по большому счету, ну, у матросов нет вопросов, до свидания, до встречи. Наверное, вот ты про вопросы затронула проблему, и в его книге как раз-таки еще есть один совет, про который я забыла, но это, видимо, у меня связано с детством, поняла. Вот. Короче говоря, он говорит, что не стоит отвечать на те вопросы, которые вам не задают. И вот этот вот совет, он довольно полезный, потому что у наших любимых нарциссов есть такая любимая практика вести двойной диалог. То есть они с тобой разговаривают, при этом у них есть речь внешняя, и есть речь, которая, ну, подводная, так сказать. Внешняя речь, она доступна для людей, не связанных с нарциссом какими-то отношениями близкими. Ну, то есть это обычная, там, информирование, там, просьба и так далее. Внутренняя, вот эта подводная речь, это те сигналы, те сообщения, которые нарцисс дает тем людям, которые с ним живут, которые с ним в каких-то близких отношениях. И Лобковский правильно говорит о том, что не нужно вот в эту подводную речь вникать. То есть вы должны опираться только на то, что вот внешняя речь... Что значит подводная речь? Вот ты можешь пояснить вот в этом плане? Ну, например, у вас с нарциссом есть какая-то история взаимоотношений, какие-то события происходили там, возможно, вы там на какой-то теме поругались, у вас какие-то несостыковки, какие-то стычки и так далее. И когда вот такой спокойный период, вы о чем-то разговариваете. Ну, то есть о каких-то там обыденных вещах. Но в этом обыденном высказывании проскальзывают отсылки именно вот к тем вашим стычкам, к тем вашим ссорам, к вашим обидам на него. Ну, вот какие-то такие подколы, неощутимые на первый взгляд, на взгляд внешнего наблюдателя того, кто не связан отношениями и долгой вот этой предыстории. Вот. Ну, то есть человек-то все равно бьет по-больному. Да. Просто он это делает подспудно. Он это не делает прямо, ну, такая вот пассивная агрессия, можно сказать. Вот. И поэтому, чтобы не обижаться лишний раз, чтобы не загоняться, чтобы тебя не как это, тебя не втянули вот в эту невротическую, нарциссическую зависимость. Блин, я уже как Лобковский начала про невротиков думать. Нужно сообщения считывать именно вот эти вот, которые лежат на поверхности. Именно отвечать на те вопросы, которые тебе здесь и сейчас задают. Ну, а как отвечать, если человек тебе вот хочет сделать больно, и он тебе делает больно, допустим, да, вот, по каким-то причинам, то как, вот все равно продолжать отвечать, не реагировать на это, но он будет тыкать и тыкать и тыкать. Что делать? Что делать? Ну, у меня есть еще один любимый психолог, да, я повернута на психологах, напишите об этом комментарий, распишите как можно больше комментариев, это все в плюс. Так вот, есть такой психолог Сэм Вагнин, он как раз таки специализируется на нарциссах, он не зарабатывает 130 миллионов рублей или чего там он где-то живет в Европе в год, но он довольно-таки, у него есть научная база, то есть он постоянно читает вот этот вот классификатор заболеваний, он постоянно анализирует, он постоянно приводит научные и психологические исследования, новейшие. Так, например, ну, у него был диагноз, который он думал, что он есть, covered borderline, это, как это назвать-то? Пограничное. Да, пограничное расстройство, но когда оно не в открытом виде, а когда пограничник такой вот смущающийся, скромный, ну, вот что-то типа этого, обратная сторона вот этого расстройства. Он про это целое видео записал, что вот там какие-то симптомы вот у этого расстройства, бла-бла-бла. Но потом, когда в научном сообществе было опровержение этого диагноза, он это сказал в своем видео, что, ну, на самом деле, такого диагноза нет, научной базы нет. Поэтому он у меня вызывает доверие. Ну, кстати, вообще надо поговорить про граничников, теперь это новый модный, значит, диагноз, биполярщиков. Слава тебе, Господи, отставили в покое, они теперь могут спокойно ходить к врачу и лечиться. В земле. Вот. Или, ну, как бы, да, или не лечиться, если не хотят. Но теперь у нас все теперь стали пограничниками. Теперь все нарциссы кинулись записываться в пограничники. У меня уже пара знакомых нарциссов, за которыми я наблюдаю, стали пограничниками. Вот. Они там теперь все... Лечения нет. У нас, по-моему, в России это вообще не очень популярная как бы тематика с пограничным расстройством, да. Ну, окей, там расстройство привязанности и так далее. Ну, молодец. Ну, и что вам вот этот вот Вакнин-то, Вакнин говорит? Лена, о чем я говорила? На тему того, что вот он такой умный, хороший, и вот он сказал, что такого диагноза, видимо, нет. А что он говорит по поводу, как с нарциссами коммуницировать? А, с нарциссами надо коммуницировать. У него есть такая... Есть метод called therapy. То есть это... Там несколько есть этапов, как тебе отсоединиться от вот этих вот токсичных отношений. И первый этап это найти человека, который будет вместо тебя общаться с нарциссом и считывать именно вот эту вот поверхностную информацию. Потому что, если ты будешь общаться с нарциссом, с которым у тебя токсичные отношения, то ты по умолчанию будешь считывать именно вот эту подводную речь. Вот это вот... Ну, то, что он хочет тебе сказать, не говоря об этом. Ну, как-то так. Вот. А либо прикидываться шлангом. Тоже хороший вариант, да. Ну, типа, я не понимаю. Ну, это да. Ну, если ты уже как бы в этой всей истории, то единственный вариант это вот эта холодная терапия, как он называет. Вот. Кстати, Сэм Вакнин, профессор в университете Ростова-на-Дону. Что-то он там читает. Ну, сейчас им запретят. У нас запретят сейчас все международные контакты. Так что последние денечки у Вакнина остались. У нас же закон на просвещение вводится. Вот. Недолго осталось, как говорится. Будем в ютубике. Я видела в ютубе вот переводят активно, так сказать, ну, он вполне, так сказать, внушает доверие в плане того, что он никаких особо, ну, особо ярких теорий он там не задвигает. Вообще, чем спокойнее обычно, так сказать, теоретик, тем обычно он является более действенным его, вся эта история. Причем, что-то у нас тема скатилась на Вакнина. Может, как-нибудь о нем еще поговорим? Да, да, давайте. Он с 95-го года занимается активно сбором всей информации по нарциссам, по пограничникам. У него есть какая-то своя электронная база, куда люди могут вносить какие-то данные про себя. И он сам говорит, что он нарцисс. То есть, и он описывает, каково это быть нарциссом. Там у него даже видео с его женой, каково это жить с нарциссом, почему они до сих пор вместе, бла-бла-бла. И все это под соусом того, что он неизлечим. То есть, данное расстройство, оно вот, ты с ним живешь и ты с ним умрешь. В отличие там от пограничников и некоторых видов психопатии, которые могут со временем нивелироваться. пограничники могут нивелироваться? Да, могут. А им что для этого терапия? Ну, видимо, да, прорабатывать все вот эти свои травмы, потому что Вагнин утверждает, что и нарциссизм, и пограничное расстройство, и даже психопатия это результат комплексного посттравматического расстройства. Вот. Ну, просто разные вариации, разные акценты, при разных обстоятельствах это все проходило. Поэтому у некоторых там вот так протекает, у некоторых таким образом, у некоторых там третьим образом. Но все это якобы сторона одной медали. Вот. Ну, как одно дерево с разными битрями. Ну, да, ну, мы, в общем, опять Клопковскому должны вернуться, мне кажется, чтобы, так сказать, нас тут не обвинили. Вот. Что мы тут не так все понимаем. Вот. Ну, вот Лопковский, наш самый замечательный персонаж. Стоит ли вот как-то пытаться жить по его книге? Я думаю, что можно прочитать его книгу, можно как-то для себя ее переосмыслить, разумеется, критически, не стоит слепо просто верить всему, что он там пишет. Но вот есть, ну, вот что-то интуитивное, вот что-то такое в этом есть, потому что действительно мы живем, и мы постоянно в нашей деятельности опираемся на те посылы, на те сигналы, которые нам дают люди извне. И, с одной стороны, это правильно, мы не можем жить, игнорируя то, что нам говорят окружающие. Но, с другой стороны, если мы будем чисто опираться на их мнение, слушать их указания, их советы, их комментарии, мы просто утонем в этом, и мы потеряем какую-то свою индивидуальность, свою личность, и какую-то возможность выбрать для себя то, что именно ты хочешь. И в этом смысле действительно это может как-то тебя ну, разбудить, что ли, из вот этого сна, что ты должен делать все, как тебе говорят окружающие. Но большего, ну, какой-то глубины именно я не нашла. То есть, там то, что на бытовом уровне, на поверхности, и да, разумеется, немногие следуют вот этим вот интуициям, немногие вообще понимают, что есть возможность так себя вести. Но все равно это, ну, это где-то вот на верхушке айсберга. Это не глубинное что-то. И то, что ему, то, что он смог вот при помощи вот этой своей, я даже не знаю, это даже не психология, это не философия, это какое-то мифотворчество, ну, реально. Причем, ну, не такое высокое мифотворчество, как в Индии, в Древней Индии, там, в Шумерах или где-то, а такое вот чисто на кухне с друзьями, там, какой-то произошел разговор, ну, вот как между нами. Мы, кстати, могли бы организовать что-нибудь подобное. Я думаю, что просто, как человек, который проходит философию, вообще вот интересуясь всякими эзотерическими знаниями, мне кажется, что у него просто есть несколько типов знания. Вот нам доступно экзотерическое знание, знание для всех, а я думаю, что у него еще эзотерическое знание, то есть знание для внутреннего круга лица, имею в виду тех, кто может ему очень дорого заплатить за консультацию. Ну, вот это вот в таком духе. Кстати, еще, я вот забыла сказать, мне уже несколько недель почти гнетет история, нам на стриме прислали вопрос, я сейчас попытаюсь его найти, я его у себя сохранила, вопрос был про Курпатов, ну, естественно, что Курпатов, как все его кинули защищать вообще, Питерсон отдыхает, вот прям вообще Питерсон, по сравнению с ними интереснее. Мне прислали сейчас вопрос, я сейчас попытаюсь его найти, и вопрос заключался в том, что по большому счету идеи Курпатова, они очень сильно соотносятся с идеями вот этой вот эзотерической школы Гурджиева. Значит, знаете ли вы обучение Гурджиева? Человек является машиной, которая функционирует по принципу стимул-реакции. Наши действия вызваны не волей, а механическими реакциями на эти механические стимулы. Здравствуйте, как там, господин Курпатов, я не помню, как его зовут, Андрей Анатольевич, я не помню. Так а в чем тейк, я не поняла? В том тейк, что вот эта вот идея, что Андрей Владимирович, которую Андрей Владимирович подвигает, что нет у нас сами личности, что у нас все взаимодействует как стимул-реакция, это на самом деле часть эзотерического учения Гурджиева. Так, Лен, ты будешь смеяться, но я там и буддизм увидела, что типа нужно отречься от личности. Так я просто, мне просто понимаешь, чего мне это очень все, меня это волнует. Это волнует, ну, как сказать, в той плане, что вот у нас там, не знаю, как я сегодня прочитала на Фейсбуке, что у нас там в 90-е, 80-е были Кашпировские и Люстра Чижевского, да, а теперь у нас есть вот чуваки, которые в принципе несут по сути своей эзотерическую идею. Я не против на самом деле эзотерики, если, так сказать, она выглядит как эзотерика и представляется эзотерикой, ну, то есть это как честные люди, которые говорят здравствуйте, приходите к нам в культ Кали, ну, там, значит, степени посвящения и так далее, вот у нас тут организация, там, не знаю, на кладбище приходите, там, не знаю, пронесите, ну, кстати, сейчас у меня жертвоприношения из моды вышли у нормальных эзотериков и так далее, вот, но здесь просто такая история, что, как бы, человек продвигает конкретные эзотерические идеи, прикрываясь современной научной психологии. Лен, а что тебя удивляет? Ну, понимаешь, у меня, понимаешь, у меня, я человек такой, я как бы, у меня жизнь моя, она, так сказать, может быть, очень плохо, она разделена на кластеры, ну, то есть, вот тут наука, тут эзотерика, тут личные отношения, тут еще что-то, они не смешиваются у меня в этот, вот в этот, вот какой-то пирог а-ля пицца, то есть, я, ну, то есть, как бы, я могу, можно прийти, как бы, пытаться изучать, там, не знаю, ну, вот эзотерику, с точки зрения, допустим, социологии, там, или неких каких-то таких социальных вещей, да, там, или религоведение, это очень интересно, да, интересно, вот у меня там знакомые, они, например, ездили в закрытые буддийские монастырии, религоведами, там, приходилось проходить степени посвящения и так далее, тут они занимаются всеми этими вещами, потому что их просто к текстам, там, ну, там просят, что если вы хотите этими текстами работать, вам надо пройти определенные стадии посвящения, они говорят, ну, окей, мы не прошли, им не проблема, они это специализируются, но здесь просто люди, то есть, ну, как бы, это все очень странно и очень эзотерично, то есть, вообще, чему нас учат эти люди, как бы, где-то, где-то... Лен, как нужно делать бабки, понимаешь? Бабки, бабки сегодня в стиле Моргенштерна, вот, но я не против бабок, ну, понимаешь, как бы, ну, то есть, вообще, как бы, здесь вопрос то, что, ну, просто это вопрос некой честности, ну, то есть, понимаешь, хирург, ну, хороший хирург, да, то есть, если ты к нему придешь, ну, он и пациенту, и богатому, и бедному скажет, у тебя грыжа позвоночника, у тебя грыжа позвоночника, лечить ее можно, не знаю, там, в больнице, за миллион рублей у меня, за миллион долларов, я не знаю, там, в дорогой израильской клинике, или есть там суперновое лечение, там, не знаю, нанороботами, вот, но понятное дело, что он это скажет, в принципе, но когда вы приходите к человеку, который, возможно, людям, заплатившим больше денег, говорит другое, чем говорит вам, нищим, нищебродам, то есть, как будто вот этих людей принципиально другая психология, вот в чем беда, а это для того, чтобы пасти некое быдло, вот это вот, понимаете, в чем фишка? Дело в том, что даже те люди, которые... Во мне проснулся профессор Соловей. Да, даже те люди, которые на верхушке, даже те люди, которые недосягаемы, те люди, которые имеют много бабла и много власти, они точно так же верят в эту эзотерику, они точно так же... Вот если бы не было Курпатова, они бы пошли, я не знаю, к гадалке царь какой-нибудь. Они ходят, у них истерологи, там это все очень популярно, ну это как бы понятно, там степень невроза очень сильная, потому что, ну, так сказать, как сказать, ну там... Ну а тут у тебя, знаешь, тут у тебя та же гадалка, но только с ученой степенью, и которая тебе будет еще как-то обосновывать твои вот эти вот, твои суеверия какой-то наукой. Вот и все. И ты будешь меньше чувствовать себя дебилом, потому что есть человек, который, да, он точно знает, что это все научно обосновано, и он тебе докажет это, и ты будешь со спокойной совестью делать всю фигню, которую ты хочешь делать. Но они такие же люди, Лена. Это понятное дело, но просто вот это не вопрос к ним, да там точно такие же люди с такими же проблемами, и там они еще живут, как будто сейчас 05 год, а не 2021. И там, понятное дело, там немножко отстает. Ситуация. Тут просто проблема то, что им вещают другое, то есть ты, ну вот это вот, меня вот эта вот проблема. Но ты просто подстраиваешься под своего клиента. Понимаешь? Нет, ну проблема... Ты подстраиваешься под запросы клиента. Ну, может быть, я не знаю. Меня это очень... Где академическая честность? Вот это вот та самая, которая нам... Леночка, какая академическая честность? Ты о чем? Если человек на голубом глазу преподносит факты, ну вот я про Пуркатова хотела сказать, про Курпатова говорю, он преподносит факты, якобы подтверждающие его гипотезу. Но если ты в каждой из этих фактов глубже копнешь, то ты видишь, что они как минимум не подтверждают, а как максимум опровергают то, что он пишет в своей книжке. Ну, вот я не знаю, от Курпатова требовать какой-то честности, это все равно, что от Тайсона требовать трезвости, я не знаю, чтобы он не бил женщин, не кусал уши или что-то типа того. Ну, он такой вот, Курпатов. Кстати, всем фанатам Курпатова большой привет. Я вас люблю, ценю, уважаю. Вы няшечки, лапочки. И Курпатов тоже цветой. Сразу видно, знаете, по плодам его, библейская фраза, узнаете их, вот так сказать, плоды Курпатова самые оказались обидчивые. Даже, по-моему, петерсонианцы более милые оказались, хотя и сексисты такие все. Вот. Ну, Борис Сергеевич, правда, вчера тут тоже встречался с каким-то молодым человеком, в смысле, в интернете, который там тоже ему вещал, что там, значит, женщины отравляют жизнь ему, бедному. Ну, вот Курпатов, да, интересный персонаж. Почему бы ему не переключиться на мужчин в таком случае? как бы, всегда жесть выбор. Мужчины, там немножко тут проблема, кстати, вот это мне очень хочется поговорить, я даже думаю, может быть, статью на эту тему написать. Я в интернете, в телеграме, есть много всяких там каналов, ну, там, типа, канал «Мама пишет», или там, тот там, гаденыш из Тиндера, не гаденыш, какое-то другое слово было, и там, как бы, просто тебе, как бы, ну, бот, там, может быть, человек каждый день присылает утром и вечером, как бы, фразу, там, как будто либо мама тебе пишет, там, там, ты умничка, либо, как бы, байфренд, там, сегодня там думал о твоих глазах, и так далее. Я решила поискать, в принципе, ну, а что, если такое что-то там для мужчин, ну, естественно, что там есть, там есть только порнография, вот, прям сразу в лоб, то есть, вот это вот, если... а мама пишет, это не для мужчин, разве, мне кажется? Нет, там для девочек, там, там, для девочек, там, в женском роде обращаются, к ленте, так сказать, вот, и вот это меня, как бы, просто к Курпатову не идут чуваки, ну, потому что по большому счету понятно, что нормальному чуваку Курпатов не нужен, а суперфрустрированному, а-ля, там, инцел, надомник, и так далее, Курпатов слишком сложен, и тоже, он, понимаете, в чем проблема Курпатова, или там, ну, Лобковского меньше степени, но Курпатов, он выглядит очень лощеный, он выглядит симпатично, богато, дорого, условно говоря, да, он выглядит просто кринжово, ну, я не знаю, он выглядит, он транслирует своим поведением успешность, вот давайте скажем так, а, естественно, мужчина, так сказать, находящийся в сильной фрустрации, он не может вытерпеть, так сказать, другого мужчину успешного, немножко, такого, точнее, пренебрежения своему интеллектуальному, и они вот не будут искать Курпатова или Лобковского, поэтому, мне кажется, все равно клиентелы у них будут женщины, хотя я помню, господи, я никогда не забуду, когда у нас вышла книжка, значит, там 50 оттенков серого, и я часто ходила, есть на Третьяковке в шоколадницу, ну, там встречи у меня были, и я помню, там сидели эти чуваки какие-то разные, с этими книжками 50 оттенков серого, с каким-то Лобковским, с Курпатым, у них-то все вместе лежали, к ним приходили на свидание какие-то девушки, там их брали за руку, что-то им долго вешали лапшу какую-то на уши, там тра-та-та-та-та-та-та, но, в принципе, понятное дело, почему у нас огромное количество женщин идет, ну, там, за Лобковским особенно, потому что он, в принципе, говорит те вещи, которые бы они хотели услышать. Да, да. Да, оставь этого дурака и займи своей жизнью, вот, ну, это, в принципе, даже, я помню, партилерей Дмитрия Смирнов, нынче покойный, проявлял такой своей клиентели, но, так сказать, народ, по-моему, не понял, там, тот спрашивал, житель мне с алкоголиком, говорит, разводиться немедленно, потому что это не тот человек, за которого вы выходили замуж, вот, ну, в общем, так сказать, такие вот вещи, и, конечно, да, то есть, вот, история с Курпатовым, ну, с Курпатом, с Лобковским, поэтому, да, Лобковский, конечно, вызывает у меня лютую зависть, а то я даже согласна не на 130 миллионов рублей в год, да ладно, я согласна на 30 миллионов рублей в год. Блин, Лен, я не знаю, кто получает 30 миллионов рублей в год, вот кто, покажите мне этих людей, ну, вот, я их видела, людей, которые получают 30 миллионов рублей в год, но они для этого пашут, типа, днями и ночами, а тут ты просто вышел, значит, что-то там поговорил. Нет, ну, это тяжело, нет, нет, ну, это публичное выступление, работа с большими залами, а он раньше работал, сейчас вот у него, видимо, он не может работать с большими залами, потому что, ну, по причине того, что сейчас ковид, у нас все-таки такие вещи были запрещены, хотя сейчас, может быть, он снова там, я не знаю, у нас какие-то там разрешения есть, и это он заводит толпу, он кричит гоу-го, это тяжкий труд, потому что, ну, просто как человек, который когда-то выступал перед большими аудиторами, в том числе, там, я и пела, и плясала, и там, бабу-югу играла, и так далее, это выматывает и требует определенного напряжения, потому что люди все-таки платят большие деньги, и они требуют, их надо отпустить довольными, чтобы они пришли потом еще раз и друзей привели, и в этом, вот, так сказать, очень тяжесть большая, и он тоже пашет, я тут ни в коем случае не говорю, что он, не знаю, там, бездельник, да, но просто здесь вот эта вот проблема в того, что настолько, настолько ли цены его услуги, насколько цены услуги, например, хорошего, качественного психолога, вот у меня, допустим, ну, знакомая, она ходила к хорошему, качественному психологу на протяжении года, к психологу большая запись, но она потом пришла к ней где-то спустя полтора года, с другим вопросом, но она, видимо, ведет какие-то записи, она подняла, видимо, их записи, вспомнила, о чем, значит, к ней ходила она, она сказала, вот как это у вас там связано, и так далее, то есть, но она не зарабатывает там 30 миллионов рублей в год, может быть, она зарабатывает там 5 миллионов рублей в год, вполне такое возможно, но 30 миллионов там нет близко, и вот это, конечно, такой вот вопрос, насколько, ну, если в принципе, знаете, как говорят все эти современные чуваки, вот, ваша работа стоит столько, сколько люди готовы за нее, сколько вы как бы назначите, да, сколько люди заплатят, и вы должны стать для других людей, типа айфоном, чтобы они вам платили много денег, вот, ну, не знаю, мне кажется, как бы это такая тема, сложная. Это как повезет, Лен, это вот именно, если Лобковский встроился вот в эту систему мироощущения российских женщин, вот как они видят доверительного чувака, с которым можно поболтать, рассказать ему о том, какой муж козел, то не факт, что в другом мужике они смогут это же увидеть, это уже зависит от, ну, каких-то культурных, мне кажется, предрасположенностей, там, не знаю, кино, что вот, какие актеры какого типа там в кино были хорошими, кому там доверие могло проявиться. Но Лобковский, он вызывает доверие, потому что, мне кажется, он, ну, он подчеркнуто, он, конечно, ну да, он же рассказывал, как у него была история, когда к нему пришла клиентка, он на нее, значит, загляделся, и не слушал, что она говорит, и говорит, типа, надень покороче юбку, надень подлиннее юбку, в следующий раз, типа, и приходи, и в таком духе, и вот в таком, ну, не знаю, вот, он выглядит, но это не красиво мне, он выглядит, как добродушный харассер такой, знаете, ну, такой добродушный, а я, кстати, помню, его пытается косплеить, есть какой-то Барский, что ли, я помню, мне попадался в ютубе, но там тоже такая, типа, история, он вроде как, может быть, Барский, это какой-то певец украинский, ну, как-то такая схожая фамилия, и он там, Бартон, 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 вот, и он там тоже все рассказывал, там, вот, значит, вот там, плохо, что если там, значит, как-то вот, кстати, интересно, что Марк Бартон оригинальный, это был американский массовый убийца, а вот интересно, почему человек взял себе псевдоним такой, но он там тоже вот рассказывает, что тра-та-та, вот там, но там в итоге все равно, типа, женщина подчиняется мужу, хоть и типа, вот, как бы, вот все равно, типа, как бы, ты влюбляешься в мудака, твоя вина, вот, но надо, в общем, выйти из этих отношений, найти хорошего, который будет гладить тебя по голове, вопрос того, что изначально гладить себя по голове должна ты сама, там вопрос, конечно, не ставится, и в этом есть некая такая беда, вот интересно, почему человек взял, я только сейчас поняла, взял себе фамилию и имя, как американского массового убийцу, или она не думает об этом, я просто прям, я прям не знаю, я теперь не могу, я теперь буду долго думать, и, в общем, да, вот, такие вот дела, вот, ну, в общем, что нам сказать Лапковского, безвредный, как мы, сколько, сколько, извредный пишите через букву А, не забывайте, что Лапковский, книга «Хочу и буду», отвечайте на вопросы, которые вам задали, и, что там еще было, ну, короче, вы поняли. А, и если вам что-то не нравится, уходите и не раздумывайте, если после первого раза вас не поняли, то уходите и не раздумывайте. Ну, кстати, давайте, в принципе, я согласна, если чувак пьет, бьет, и, в общем, как бы наркоманит, то вы тут ничего не сделаете, в большинстве своем, то, по большому счету, ну, как бы уйти вы, скорее всего, сразу не сможете, потому что женщины стандартно уходят где-то там в среднем седьмой попытке, и как раз в период у вас есть огромные возможности брести с его стороны на агрессию, поэтому найдите себе, значит, какого-то близкого человека, который сможет с ним общаться по закону Вакина, холодной, как-то холодные прозвоны, вот, ну, в общем, да, конечно, такая вот история, но, в общем, не слишком он токсичный, но, однако, такую среду восторженных почитательниц он у себя брел, но на меня не действуют его чары, кстати, вот, не знаю, вот Курпатовские действуют, действовали, да, а вот его как-то нет, не знаю, почему, я, может, слишком старый уж, короче, вот такие дела, да, Хедрисая пропала здесь, Хедрисая, ну, что, Борис Сергеевич, вы скажете? Ну, я скажу, что я придумал броское название, да, А вообще, вот как вам кажется, такие книги стоят писать или что-то делать? Чтобы 130 миллионов заработать? Ну, как же не стоит? Ну, да. Ну, я думаю, что он, как бы, вклад, он инвестировал, чтобы выйти на этот уровень. Сто процентов он, он не раскрутился только за счет вот своей вот этой лекторской писательской работы. Там пиар был просто колоссальный, ну, мне так кажется. Это лишний раз показывает о том, что, чтобы выбиться, надо очень много приложить сил. Ну, да. Это никак у Высоцкого в мире шахмата. Пешка может выйти, если тренируется Ферзи. Нет. Да. Ну, что ж, спасибо, дорогая публика, не обижайтесь на нас за ликбейтные всякие названия. Деньги, ладно, присылайте. Да, и пишите хорошие комментарии. Плохие тоже пишите. Плохие пишите несколькими комментариями, желательно длинными, со всеми ссылочками. Можно еще там... Нет, ссылочки YouTube удаляет, просто вот куда там где прочитать, но с названиями, и вежливо, потому что Борис Сергеевич ругань-то всякую там удаляет, типа шлендры, что вы тут на чеках, а как-то учитесь вежливо, учитесь вежливо... Окорблять вежливо. Да, учитесь пассивно агрессировать вежливо, понимаете, вот так сказать, учитесь у Бориса Сергеевича, потому что Борис Сергеевич вообще мастер пассивной агрессии, вообще во всей, не только пассивной, но пассивной агрессии вообще мастерски он проявляет, Поэтому, в общем, со всеми людьми. Вы не знаете, со мной нет. Ну, с тобой нет, но вот, так сказать, Васил там уже пал же пассивная агрессия Бориса Сергеевича. Да? Бога. Ну, Васил сам напросил. Ну, в общем, присылайте Борису Сергеевичу деньги, вот, а то, видите, он несчастный, усталый, в общем, все такое. Приходится даже нас слушать. Да.